МОТОРАДИО Различным типом приводов И давай сегодня небольшую лекцию Выслушаем от тебя На предмет ремней, цепей, шкивов Звездочек и прочее Что там есть такого Что передает вращение от мотора На заднее колесо Как правильно выбрать цепь или ремень Вот словом об этом Прошу Ой, это получается будет довольно насыщенная Передача, потому что Как мы все знаем или не знаем Но сейчас узнаем В Харлее привод на заднее колесо От силового агрегата Осуществляется с помощью ремня зубчатого И этот зубчатый ремень Он похож На те зубчатые ремни Которые применяются в распредвалах В ГРМ, в автомобилях То есть некая упругая основа От которой растут зубчики Но ремень приводной И ремень ГРМ Они отличаются глубочайшим образом В силу того, что задачи у них разные Значит, если мы говорим про Харлей И про наши, значит, любимые мотоциклы То этот ремень должен передавать На заднее колесо Мощность и крутящий момент Который, значит, у нас силовой агрегат Может, значит, соответственно, генерировать Вот, и развею, наверное Многие домыслы Или неправильные мнения А то, что ремень штука не шибко надежная На самом деле, вот За последние, там, года 4-5 Да больше они Года, наверное, 6-7 То есть у нас сделано Себе и клиентам Куча моторов С крутящим моментом Там 180 ньютонметров 190 Там 130 лошадей Почти 140 на колесе То есть такие Ну, как бы адские зажигалки В Харлейном варианте И штатный ремень Который, значит, на мотоцикле используется Он вполне себе И работает нормально И довольно продолжительный период То есть выдерживает эти все нагрузки, да? Да, выдерживает эти нагрузки Здесь возникает лишь вопрос в том Что надо следить за натяжкой И что натяжка должна быть правильная И, соответственно, состояние Изначально шкивов и ремня Должно соответствовать Правильному виду и состоянию Слушай, а как он изнашивается вообще ремень? Вот эти вот ступеньки Они на новом ремне Совсем такие, как бы, прямоугольного вида, да? И потом они, видимо, подтачиваются И она становится Вот этот, как бы, бугорок Который был прямоугольный Становится менее прямоугольный Я правильно понимаю? На самом деле все не так То есть мы можем представить себе Букву Р или букву В Но букву Р, наверное Две буквы Р мы положили на плоскую часть И состыковали одну к другой, да? То есть две У нас получилась растянутая буква В, да? По идее У которой есть два полукруглых пупырика И между ними есть, значит, скамеечка, да? Плоская часть Значит, по сути, это и есть профиль ремня Который имеет следующую задачу Значит, вот эти вот выступающие радиусные части Они должны попадать в выборки шкивов И они должны в них полностью прятаться И чуть-чуть висеть Ну, то есть я о том, что Самая верхняя часть сферической части Она, по идее, не должна чуть-чуть доходить До дна выборки, в которую она попадает Как бы, чтобы работала не верхняя часть, а стенка И при этом вот эта вот часть плоская Которая между вот этими сферическими частями Она совершенно четко должна ложиться На верхнюю поверхность зуба Шкива, на которой опирается ремень Мы в этом случае имеем, значит Что ремень, как бы, работает Не на отрыв, а на срез То есть, как бы, получается Что зуб не пытаются открутить, а пытаются срезать под корешок И в этом случае он несет нагрузку большую и правильную Значит, о чем еще надо сказать в этом случае Нужно сказать обязательно о том, что Материал ремня – это специальный пластик То есть, это не резина Пластик, который практически не пружинит И усилен этот пластик не стеклонитями Или кевларовыми нитями Или аромидными, как по-другому говорят А нитями углепластика То есть, который, ну, как бы Один из самых прочных материалов в мире Значит, эти нити углепластика Они, соответственно, влиты в основу И соответствующим образом То есть, не дают растягиваться, правильно я понимаю? Да, они, как бы, сохраняют Размер между зубами тот же Вот, и, соответственно У нас получается единая система Значит, что происходит В процессе эксплуатации В процессе эксплуатации у нас Вот на эту неметаллическую поверхность ремня Потому что он неметаллический Попадают всякие песчинки, грязинки Ну, по сути, абразивные штуки всякие, да? Которые, значит... Вода, наверное, тоже, да? Ну, и вода попадает Но, как бы, больше, наверное Больше уровня негатива, наверное, несут Не столько вода, сколько абразивные фракции Всяческие Эти абразивные фракции Они могут вминаться в пластик зубьев, да? То есть, и там жить То есть, и получится, что Как бы, какие-то острые краешки Вот этих вот маленьких камушков Ну, мини-мини камушков, да? То есть, мы говорим о песчинках там и прочем, да? Они торчат наружу То есть, получается, ремень доходит До металлического шкива Эти, значит, кусочки абразива Которые торчат Они царапают немножко шкив И он постепенно изнашивается То есть, он изнашивается таким образом Что у него, значит, уменьшается Глубина вот этих лунок между зубами И это самый страшный и коварный момент Который может быть Почему? Потому что, когда у нас зуб набежал На подгрызанный шкив У которого, значит, зубцы ниже О лунке менее в глубоке У нас получается, что ремень Упирается сферической частью зуба Днище То есть, она упирается А вот эта вот плоская часть Между сферическими зубами Она висит в воздухе И когда человек реализует Значит, там Характеристики своего мотора То изгибающий момент Действующий на зуб Он выше То есть, плечо другое уже То есть, получается, что зуб работает не на срез А он работает на изгибание Потому что излом Излом, да То есть, он упирается своей головой Сферической, да Там профиль отверстия этого канавки И зуб работает на изгиб На излом И он подрывается от корешка От основания ремня И когда ставится новый ремень На старые шкивы Говорят, да, ремень говно Потому что, типа, у меня зубья полетели с ним А на самом деле Проблема-то совершенно в другом Проблема в том, что Новый ремень со старыми шкивами Он не может корректно работать Потому что он работает по-другому Погоди, погоди Получается, что замена этого расходника Она подразумевает замену и металлического шкива Безусловно В 99% Ну, или в 90% случаев Мы не берем случаи, когда там камень попал в ремень Под шкив А такой тоже бывает Да, да Он пролетел, камень и попал Получается, между шкивом и ремнем И пройдя через слои ремня Порвал вот эту вот армировку Угляните, да И, соответственно, ослабил вот это место Вот он разорвался ремень Вот по этому месту Вот А когда все естественным образом изнашивается У нас становятся более лысыми шкивы И в этом случае нужно менять всю сборку То есть передний шкив, ремень и задний шкив И тогда только у нас получается Что вся вот эта вот ременная передача Будет работать долго и качественно И правильно, да, как положено То есть зубья не будут отрываться Шкивы не будут изнашиваться И вся эта история будет работать Там тысяч пятьдесят километров Но все равно на этом фоне Все равно есть мнение Что все-таки металлическая цепь С металлическими ячейками Которые одеваются на звездочку На металлическую твердую Что это все-таки как-то, ну, надежнее Оно с одной стороны да С другой стороны нет То есть срок службы стальных звезд Он сопоставим там с двадцатью тысячами километров Соответственно, мы, условно говоря Один комплект звезд спилили, поставили новый Цепь еще более или менее не сильно растянута Она позволяет использовать еще раз новые звезды Как бы, и потом, значит, и цепь разносилась И звезды тоже износились Вот, но если брать совокупный там Пробег звездочек с цепью То это, наверное, ну, я теоретизирую Порядка сорока тысяч километров Что-то такое При том, что ремень со шкивами Новый, он при условиях нормальной эксплуатации Ходит от пятидесяти до семидесяти тысяч То есть как бы он более долгоиграющий Плюс цепи в том, что если у вас, допустим Ну, конверсия на цепь сделана Что вы можете, не разбирая первички Прицепить цепь новую к старой И затянуть ее в мотор А ремень, как бы, он кольцевой То есть для того, чтобы его новый поставить Нужно снимать, разбирать первичку Но не берем вороты спортсеров У которых открыты ремни То есть доступ легкий В большинстве мотоциклов Требуется довольно приличная разборка То есть это нюанс чисто такой Для мастерской важный, да? Ну, для мастерской, да То есть это проще поменять Если у вас цепной привод Проще поменять цепь И как бы там, типа, заднюю звездочку Но вопрос состояния передней звездочки Он остается под вопросом Потому что ее не видно Что советуется при покупке? Вот износилось Понятно, что нужно поменять Что рекомендует мастерская Басмача? Какие ремни? Каких производителей? Мастерская Басмача рекомендует Ремни, которые, значит, выпускает Компания Гейтс Компания Гейтс выпускает Оригинальные ремни Для компании Харли Дэвидсон Я думал, ты скажешь Из-под небесной сейчас что-то Что у тебя продается Давай сначала расскажем Про то, как космические корабли Браздят в пространство Вселенной Значит, компания Гейтс Выпускает ремни Для, соответственно, конвейера Харлиевского Она выпускает ремни Для компании СНДС СНДС продает гейтсовские ремни И Балдрайв продает Гейтсовские ремни Как бы Эти ремни, ну, ничем не отличаются От тех, которые, значит, стоят на заводе И ходят они долго и замечательно Причем, при том, есть более дешевые ремни Которые, значит, продаются другими компаниями Они зачастую сделаны на аромидной основе То есть на кевларовой Не на угле А на кевларовых нитях И у них материал Такая твердая-твердая резина То есть не пластик уже И вот они больше пружинят Они больше растягиваются Они чаще рвутся То есть они по цене Заметно отличаются от гейтсовских ремней Но, как бы, зато, как бы, они ходят меньше А какие цены? О каких деньгах мы говорим? Ну, если мы говорим, допустим, про комплект Ремня и шкивов То это примерно 100 тысяч рублей Ну, это довольно дорогая история Это только запчасти или с заменой уже? Да, это только запчасти без замен Замена – это где-то порядка 25% от стоимости запчастей получится Вот И еще один момент – это то, что ремни ни в коем случае нельзя перегибать То есть, как вот лист бумаги мы складываем пополам с острым краем Ремни, боже упаси, нельзя как бы перегибать У них лопаются вот эти нити усиления И потом ремень прорвется в самый неожиданный момент То есть, поэтому, как бы, нельзя пытаться запихивать ремень Не открутив ось маятника И не сняв подушек маятника И не выявив маятника А пытаться просунуть в щель между маятником и рамой Где там ремень там изгибается и залезать туда не хочет особо Но народ их пропихивает После этого обычно новые ремнируются Слушай, если сделать шаг в сторону А какие вообще, в принципе, в мотоциклах существуют еще приводы? Я слышал про карданы Ну, кардан, как бы, применяется Ну, тоже где-то применяется В Урале, в БМВ там попадались карданные валы В Ямахах каких-то, помню, тоже было В Кавасаке Но у меня таких опыта, скажем так Работы с таким приводом не было Хотя, скажу, что вот цепных мотоциклов у меня Несколько на обслуживании есть То есть, где стоит 530-я цепь То есть, соответственно, переведя на цепь Мы понимаем, что мы можем немножко поиграть Передаточным отношениям от силового агрегата К колесу сделать или более тяговитый мотоцикл Или более скоростной Но надо, опять же, понимать, что цепь надо мазать всегда То есть, грубо говоря, смазка, которую мы нанесли на цепь Она, как бы, имеет привычку разбегаться по окружающим областям и регионам Мотоцикла, соответственно, оставляя жирные и грязные пятна Потому что с отробежного силы никто не отменял Это тот минус, который в сравнении с ремнем В котором как раз это плюс, что этого нет Ну, безусловно, да, ремень сухой и чистый всегда То есть, с ним ничего делать не надо А цепь надо обслуживать, мазать, чистить Как бы, она железная Она, там, имеет определенный вес То есть, ну, скажем, это некая более инерционная система По сравнению с ремнем приватным Можно ли сберечь, вернее, как бы, ну, удлинить, что ли, жизнь ремня Если трогаться плавно, аккуратно и не рвать с места Вот есть, ну, такие мнения у мотоциклистов Что если я буду такой нежный, то она у меня будет служить вечно Ну, не знаю, слушай, множество ездят довольно интенсивные хулиганисты Ремни, как бы, у них работают И важнее правильный натяг и отсутствие камушков в ремне Слава, ну что, спасибо тебе большое за очередной интересный рассказ Надеюсь, что он будет, ну, как, впрочем, и все предыдущие передачи Полезен для нашей замечательной публики Ну, а тебе спасибо за очередной дележ с надеями Да, за всегда, пожалуйста Мастерская посмача Очень легко найти в интернете, в гугл-картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяшский проспект, дом 10 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова